Приветствую вас. Вы знаете, на мой взгляд, ваша ситуация представляет из себя такую достаточно, ну конечно, неприятную историю, безусловно, неприятную историю, но наглядно показывающую вам, да и я думаю вам тоже, наглядно показывающую вам, что, значит, то что вы хотите, именно, то что вы хотите, именно, то что вам нужно, так или иначе, всегда будет с вами. Вы не любите пьяных людей, но сами вышли замуж и связали свою жизнь с человеком, который выпивал. Вы считаете, что ему не должно быть все равно на вас, а ему все равно, потому что он знает, что вы никуда от него не уйдете. Все потому, что вы стремитесь к нереальному, то есть, вы стремитесь к некой такой идеальности, к некой идеальности, который в действительности быть не может. И по итогу тратите вы свои силы на иллюзию, тратите свои силы вы на мифические цели, а реальность при этом выпадает. Ну, в принципе, так оно всегда и бывает, к сожалению, к сожалению. Вот. Значит, во-первых, перфекционист, любой перфекционист, априори не может быть уверенным в себе, потому что перфекционизм, он, по сути, недостижим. Вот. Это значит, что вы относитесь к себе слишком, слишком строго. Это значит, что вы относитесь к себе, слишком, ну, у вас слишком завышенные требования к себе. Вот. И, имея слишком завышенные требования к себе, вы, конечно же, имеете слишком завышенные требования и к другим людям. То есть, в данном случае, речь идет, конечно, о вашем муже. Вот. Вы мыслите такими категориями, как прав, не прав. Но таких категорий, на самом деле, нет. И с точки зрения. Вы мыслите такими категориями, как бороться. Да, то есть, поздно ли я бороться, или он должен делать так, чтобы мне было комфортно. На самом деле, ни то, ни другое. Потому что и он не должен, и вы не должны. То есть, вы либо подходите друг к другу, либо нет. Вот и вся история. То, что вы делаете сейчас, это пытаетесь поменять человека, пытаетесь его переделать, хотя он вам дать того, что вы хотите, явно не может. А может быть и не хочет. И вы бы приняли это, вы бы приняли это, приняли бы его незавершенность. Я имею ввиду, несовершенность своего мужчины. Если бы, если бы, приняли бы свою несовершенность, приняли бы свои недостатки. Перестали бы считать себя исключительной. Позволили бы себе ошибиться. И не видели бы в ошибках, которые сделает каждый из нас, ничего дурного. Но этого не может. Потому что начало, данный аспект, как правило, берет именно в детстве. Именно там вас научили быть сильной. Именно там вас заставляли, вероятно, ну, делать, не знаю, то, что вы не хотели. Именно там вам не позволяли, возможно, быть слабой. И именно поэтому вы, по итогу, пришли туда, куда вы пришли. Вот. Я не знаю, провоцируете ли вы своего мужа или нет, это вопрос, как бы не совсем, не совсем по адресу, да. Потому что, ну, правда, я не могу, не могу знать, провоцируете ли вы его или нет, это тут нужно исследовать. Вот. Но тот факт, что вы боитесь пьяных людей, безусловно, исключительно ваша ответственность. И что вам с этим делать? Конкретно. Что вам с этим делать? Решать только вам. Вы можете или, например, допустим, ну, грубо говоря, принять тот факт, что вы боитесь пьяных. И, ну, например, допустим, решить для себя от этого страха избавиться, освободиться. Можно так сделать? Вполне. Либо, либо, вот, либо, вы можете для себя сделать такую историю, что скажете, ну, вот, я боюсь, да, я боюсь. Допустим, грубо говоря, пьяным. Ну и все. Значит, я не буду, не хочу и не буду связывать свою жизнь с ними, вот, с пьяными людьми. А это все. Это вся история. Понимаете? Но это выбор. Это как бы ваш выбор. Это как бы ваше решение. А не так, что вы пьяных не любите, да? И в то же время связывать свою жизнь с ними. Вот. А страх, страх, эээ, страх перед пьяными. Это беспомощность. Это беспомощность, это не ощущение себя безопасности. По сути дела. Вот. А на ощущение себя безопасности, это отсутствие личных границ. То есть отсутствие такого, знаете, четкого, четкого такого понимания, да? Что, ну, что где-то есть я, да? Вот. Что где-то, где-то, где-то есть я. А где-то есть другой человек. Что вот за человека, другого, я не ответственный. Я ответственный только за себя. Вот. Но у меня есть правило, которым я прибегу, в случае если, в случае если, человек будет меня как-то, ну, к примеру, там, притеснять. Там, допустим. Вот и все. Понимаете? Вот и все. По сути дела. По сути дела это работает именно так. Ну вот, кстати, личных границ нет. Они, как бы, не простроены. Дальше. Значит, эээ... Если что-то идет не по-моему, я все равно любыми способами делаю так, чтобы ситуация обернулась в мою сторону. Ну, опять же, Виктория. Как бы, с точки зрения, эээ, вот как бы, ну, с позиции жизни, да, вы можете делать это сколько угодно. То есть, вы можете оборачивать, эээ, если вам хочется, да, вы можете оборачивать, эээ, в свою сторону абсолютно все, что хотите. Эээ... Только, будет ли это польза от этого вам? Понимаете? То есть, далеко не всегда то, что вы оборачиваете себе, эээ, оборачиваете в свою сторону, да, является, эээ... Эээ... Как бы, ну, в пользу для вас. Понимаете? И, тут, собственно, только вопрос. К вам. Да? Вот. Для чего вы это делаете? То есть, там, ну, вы, получается, не думайте о других людях, вы, получается, не заботитесь о них. Вы, получается, не бесп... не беспокойтесь о своем, например, эээ, мусе, там, и так далее. А... Почему вы не беспокойтесь о своем мусе? Вопрос-то, какой возник возникает, да? Вот. Почему вы не знаком... эээ, почему вы не беспокойтесь о своем, ну, о своем мусе, мусе, например, которые, в общем-то, в общем-то, которые вы вроде как, вроде как, эээ, любите даже. Да? Вот. Судя по штамм, судя по тому, что вы пишете. Вот это история, это вот история, это гламуль. Эээ, главный вопрос. Эээ, это история про вас. А можете ли вы любить, находясь, вот, в таком состоянии, в таком, напомню, в такой направленности? Можете ли вы любить? Возможно, что нет. Возможно, что не можете любить. Или, если любите, то, как-то, вот, знаете, эээ, может быть, ээээ, таким. Искаженным немного чувством. Понимаете? Вот. То есть тут вот так. Дальше. Ругаемся мы только тогда, когда он выпьет, я категорически не приношу пьяных следей и выпусти. Когда видео в таком сцене, он начинает раздражаться. И вы обращаете внимание не на себя, не на то, почему раздражает вас это, да? А на него. Вы обращаете внимание, да, на него, а не на себя. Понимаете? Почему он вас раздражает? Потому что он делает то, что хочет. Потому что он расслабляется. В отличии от вас. А вы не расслабляетесь. Вы все время держите себя, там, в тонусе, например, каком-то, да? Вы все время себя контролируете. Да? Ну, скорее всего, скорее всего, так. Не мудрено, что он вас раздражает. Не мудрено, что он вас бесит. Было бы странно, если бы не бесит. Но в данном случае, вот именно в данном случае, именно в данном контексте, именно в данном контексте, то, что вы описываете, на мой взгляд, на мой взгляд, больше указывает на то, что именно вам, вот именно вам не хватает чего-то. Именно вам не хватает каких-то, значит, ну, как реализации каких-то своих желаний. Вот и обратите на это внимание. Вот. Может быть, вы и боитесь как раз пьяных людей, именно по той простой причине, что они напоминают вам о том, какой бы вы могли быть. Вот. Но вы, соответственно, таковой не являетесь. Вот. Я, конечно, не утверждаю, да, вот, ну, сейчас наверняка я не утверждаю. Ну, как вариант, как вариант, вполне, может быть. Дальше. Так, я не могу себя остановить или сделать что-то нормальное, начинаю раздражаться, начинается скандал. Ну, то есть, здесь вот вы как себя ответственность снимаете, да, за свои чувства, да, вот, как вы, ага, ну, перекладываете ответственность. Вы перекладываете ответственность за то, что, значит, значит, ну, за то, что раздражает. Так, и всё, и, соответственно, начинается скандал. Вот. То есть, в данном случае вы, что-то происходит, это нормально. Потому что, чувством-то, в общем, выражаться-то надо, вот. А по-другому выражаться вы им не даёте. По-другому выражаться вы не разрешаете. Вот. Вот. Ну. Им. И вот, собственно, отсюда и проблема. Возникает. Как, как бы. Дальше. Идём. Моя истерика переходит не в те страны, начинаю задыхаться, никак не могу успокоиться. Ну, тут, ну, конечно, может быть, физиология что-то, но, скорее всего, это приступы страха. Может быть, не да, может быть, панический атака, да, ну, тут, как бы, на таких, ну, основывать на таких данных, конечно, делать предположение мне не кажется правильным. Вот. Вот. Ну, основываться на вот таких данных, малых. Вот. Вот. Поэтому, нужно исследовать это. Это нужно исследовать. Дальше. Я его, я его очень люблю, но не понимаю, или мне нужно бороться с собой, или он должен делать какие-то попытки, чтобы мне было комфортно и спокойно. Ну, он точно не должен, не должен делать какие-то попытки, делать, чтобы вам было комфортно, потому что ваш комфорт, это, в первую очередь, ваша ответственность, а не его. Это первое. Второе. Бороться с собой, да, именно бороться с собой, тоже, вы меня, конечно, не измените, да, но тоже нужно аккуратно, тоже нужно осторожно, потому что, ну, что значит бороться с собой? Что значит бороться? Бороться, это, это значит подавлять себя. Вот. Нет, на мой взгляд, не нужно. Вот. Ну, ни в коем случае не нужно подавлять себя, не нужно подавлять свои желания. Вот. Понимаете? Категорически делать, делать этого нельзя. Категорически нельзя этого делать. А вот брать ответственность на себя за свои желания и реализовывать их самостоятельно, вполне возможно. То есть, опять же, да, у вас идет какое-то подавление, то есть, бороться с собой, то есть, это слабость. Я не должна, не должна, не должна такого, как бы, как бы, себе выговорить. Понимаете? То есть, это все, по сути, из одного опера. Все про одно, все про одно и то же. Вот. Дальше. Так. Я очень люблю пишите вы, да, вот тоже интересный момент, на мой взгляд. Как конкретно проявляется ваша любовь к нему? Конкретно любовь, как проявляется. Знаете? То есть, вот именно любовь ваша, если, если, ну, вот если любовь есть, да, как она выражается? Соответственно, очевидно, что, как, как она выражаться должна. Интересно, как. Интересно, как она выражается. Это очень важный момент. Дальше. Я когда раз говорю ему, что не хочу больше переживать истерики, что уйду от него, потому что боюсь, значит, пьяных людей. Опять же. Вы ему говорите, но не уходите. Какая тонкость? Да? Если, если один раз это могло на него как-то повлиять, один раз он мог вам поверить, в пример, то после второго, третьего раза это уже просто серьёзно не воспринимают. Скорее воспринимают, как некий такой, знаете, шантаж с вашей стороны. Вот. Значит, ну и опять же здесь, ээээ, вот именно личная ответственность, да, за свои переживания, то есть, за причины истерик вы не берёте. Большой раз я вышел на ночи на улицу, сказал им, что уезжал от него, потом поняла, что он может пьяный свет за руль, и в итоге постоял на улице, вернулась домой. Ну, ну, что здесь происходит? Здесь вы поступили как ребёнок, да, то есть, вы как ребёнок вспылили, эээ, как ребёнок вы хотели, чтобы вас вернули, вот, как ребёнок вы хотели, чтобы вам, эээ, ну, дали возможно, эээ, внимание, именно вам, вот. И, как ребёнок, по сути, вы обиделись на то, на то, когда вам этого, этого не дали, вот. И из-за этого, соответственно, истерика у вас, эээ, случилась ещё сильнее. И, кстати, истерика это потребность во внимании, во внимании, именно истерика. Истерика это потребность во внимании, причём, как правило, болезненная такая потребность во внимании. Ну, и очевидно, что вы себя, эээ, получается, поставили, поставили так, что мужчина, мужчина ваш относится к вам, как к очень сильной и самостоятельной женщине, вот. Возможно, даже воспринимает вас и видит, как, эээ, ну, как родителя, вот. Понимаете? И, поэтому, собственно говоря, он, эээ, реагирует, ну, вот, так. То есть, он, ээ, никуда не поехал, даже знал, что вы, скорее всего, не ведёте. А вы вернулись и подтвердили, эээ, его предположение о том, что вы вернёт. Соответственно. Вот. И, эээ, и, соответственно, вы здесь выступаете жертвой. Вот. Эээ, так, значит, было хуже, потому что я поняла, что я даже не собирался за мной идти, и ему было всё равно. Ну, при этом она, так, вот, опять, да, это, эээ, принёс ответственность. То есть, вы же сами выбрали такой путь. И плюс, вы боялись, что он сядет за руль. То есть, поединок, сделать то, что вы, ну, не хотели, чтобы он сделал. Короче говоря, у вас стандартная неудовлетворённость с собой. И именно с этим нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рада помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.